Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дан Налья, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что же нам давали такого очередного радужного, какие приключения нас ждут, ну и также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и поехали! Ой, у нас куда-то опять пропали цвета в радуге, так что готовьтесь к тому, что мы будем искать их. Ну и также снова выяснять отношения с Катериной, правда, спойлер, ее в этот раз самой не будет, будет только ее песня. Ну и также просто появятся еще два комплекта фестиваля, которые я советую вам купить. Давайте же начнем. Мы просто отправляемся сюда на воздушном шаре, и здесь у нас опять начинается цепочка заданий с возвращением цветов радуги. Ну и также в магазине добавилось два комплекта, среди которых просто шикарная борода с ромашками. Это прям просто пик моды, пик сезона. Здесь нам Мико говорит о том, что у нас пропали все цвета, и на удивление почему-то они исчезли только из радуги, поэтому нужно будет срочно идти их искать. Говорю сразу, подковки, гонка, это мы все всегда знаем. Но если вы не можете найти предметов, предметы не удивляйтесь, они находятся не на облачном королевстве, они валяются вне него, поэтому чуть позже в этом же видео вы сможете вместе со мной проскакать и посмотреть, где же они лежат. Затания по поиску дневников можно выполнить здесь же, просто нужно пробежаться немножко дальше за радужный мост, и все дневники лежат в облачном королевстве. На земле их нету, просто хорошенько поищите, они лежат на бочках и на досках, но и также на столе. Очень сильно большую проблему составило мне выполнение вот этого задания следованием за музыкой, потому что вначале я его выполнила, у меня даже, ну оно все засветилось, у меня был зеленый значок, выполнил его задание, но произошел какой-то глюк, и у меня не срабатывала задача этого задания. Я подъезжала, отъезжала, делала телепорт в конюшну, в общем мне ничего не помогало, помогло только перезайти в игру, и кстати я почитала чаты, которые писали во время всей этой суматухи. У многих это задание не срабатывает на мобильных устройствах, поэтому если вы играете в СССР с телефонов, и у вас тоже это не получается, ребята, да и не только на телефонах, но и на ПК, я советую сразу вам перезайти. Не страдать минут 10 четными попытками подойти под другим углом, на лошади, без лошади, просто перезайдите в игру, и у вас быстренько все это пройдет. Вот таким вот быстреньким образом, потому что я страдала очень долго. Здесь у нас просто играет музыка, стоит стол, и оказывается, то ли Катя, то ли кто-то включил ее темную песню и поставил на репит, то бишь на повтор, из-за чего в принципе и вернулся снег с холодом. Тут нам дают выбор, но я, разумеется, выбрала самую солнечную песню, это песня Лизы, которая как раз вот такая вот солнечная, радужная, летняя, наверное, можно сказать, и после чего сразу к нам вернулось лето, это очень хорошо, но, кстати, я думала, что сюжетка будет подлиннее в плане битвы а-ля с Катериной. Ну, в случае этого нам просто дали вот такую коротенькую заданьку, за что мы и получили предпоследний осколок радуги. Не пугайтесь, если вы не можете найти седьмой, седьмой вы получите именно от самой Мекки при задании. А сейчас я вам покажу, где же все-таки лежат предметы. Самый первый предмет лежит вот здесь, вот около шара, я не помню, что именно, но сам факт. Дальше вы бежите по холмику и спускаетесь вниз, заворачивая направо. Не забудьте, как бы, не отставайте от меня, пожалуйста. В общем, около овечки вот тут в кустах лежит еще один предмет. Подобрали? Тогда бежим дальше. Специально для вас я не буду перематывать это видео, чтобы все смогли, допустим, его включить и поспевать за мной. Следующий предмет лежит у нас около церквушечки, вот здесь на полянке. По-моему, тут просто кусок большой карты, и он заметен. Подбираем и бежим дальше. Надеюсь, ты успел его подобрать. Следующая же точка нашего маршрута будет домик Джаспера, а точнее бочки рядом с ним. Удивительно, как далеко на самом деле они положили все эти предметы. Я еле-еле на самом деле бы и не додумалась бы, если бы не сообщество ВК, которое скинуло все координаты, благодаря которым я смогла записать тебе такое видео. Перепрыгиваем, будь осторожен, не упади. Вот здесь около бочек лежит еще один предмет. Подбираем и бежим дальше. Следуя за шариками, в принципе, просто вниз по дороге, едем к популярному месту Мурланда. Это перекресток Мурланда. Именно-то там, вот там. Видишь? Видишь флажочек по левую сторону? Около его основания, чуть дальше, вот здесь будет лежать еще один предмет. Подобрал? Ну так догоняй. Едем дальше. Вроде бы собрать можно было бы и ближе, но они раскидали их все дальше и дальше. Давно не были у бабули, давай заедем к ней в густи, потому что там лежит еще один предмет, который нам нужен. Но лучше, наверное, к бабушке не заходить без приглашения, а вот проехаться по ее пляжику стоит бы раз, два, три. Готовь прыжок. Надеюсь, ты не врезался, потому что мне повезло, я перепрыгнула. Вот здесь на пляжике будет лежать еще один предмет. Его подбираешь, разворачиваешься и просто бежишь вверх. Последний предмет находится очень далеко отсюда. Он находится аж около форт Пинта, до которого тебе бежать и бежать. Поэтому давай, делай больше шенкеля, повышай скорость или просто телепортируйся, если ты там живешь. Потому что предмет находится именно на пляже, не в форт Пинта. Тебе нужно будет, доехав до форт Пинта, свернуть налево. Если ты помнишь, там есть тропиночка такая, которая ведет именно на пляж вниз, которую обычно все проезжают мимо и сворачивают либо чуть раньше, либо чуть позже. Я обычно, кстати, про эту тропинку забываю и проезжаю через весь форт Пинта, чтобы к ней спуститься. Почему я решила, кстати, не укорачивать это видео, а оставить его той длины, которой оно есть. Чтобы ты действительно смог сейчас включить мое видео и включить именно этот момент с поиском данных предметов и вместе со мной просто следовать по маршруту расположения этих предметов. Вместо того, чтобы просто выставить координаты. И вот опять я проехала этот несчастный поворот. Видишь, вот там вот продаются морские икони? Следуй туда. Именно рядом с вот этим вот фургончиком, около ящичков и сена, в углу будет лежать последний предмет. Не за что, надеюсь, я тебе помогла и тебе было удобно вместе со мной их собирать. А мы продолжаем сюжетку. Мы возвращаемся в итоге к Мике, прочитав все дневники, все сдав. И она нам, после того, как мы вручаем ей последний кусочек, который, как оказывается, не последний, в итоге нам не хватает фиолетового, хотя мне уже кажется, что фиолетовый здесь есть. Микка нам говорит о том, что это еще не последний кусочек, что последнего кусочка нет. И она спрашивает нас как раз, где мы могли бы его найти. Если честно, варианты были такие правдоподобные. Я выбрала кузницу Морланд. Хотя, в принципе, подошел бы любой вариант. И неважно, наверное, что ты ответишь. Вот, я выбрала этот вариант. Она говорит нам, что звонила туда, что там ничего не нашли. Но в этот момент у нас гость. К нам приехал Ник Столнгрант, ее дядя, насколько я правильно помню. Да, дядя Ник. Она очень сильно радуется тому, что он приехал, ведь он постоянно тусуется в экспедициях в долине спрятанного динозавра, где вечная мерзлота и зима. Он как раз говорит нам о том, что нашел таинственный камушек, который сияет радужным светом, и хотел бы это открытие поделиться с ней. И какое счастье, это оказывается тот самый камень, который нам нужен. Хм, как очень все везет нам, вы не считаете? В общем, мы активируем этот камушек, и у нас собирается вся радуга. Правда, с пролагиванием у меня все эти задания засчитываются, пролистываются. Так что заранее и извиняйся, я тут ни при чем. Это все игра. Наконец-то мы собрали всю радугу. Но заметьте, Катерина так и не появилась. Хотя, судя по артам, выставленным на сайте, я очень сильно ждала ее появления, что будет какая-то битва именно на облаках, именно со скрипкой. Но ничего из этого не было. В итоге все очень радуются тому, что мы вновь собрали радугу. Но нам рассказывают о том, что, судя по описанию внешнего вида и способностей Катерины, это очень похоже на ледяную ведьму, которая живет в ледяной расщелине в ДСД. Если вы не в курсе, то там есть ледяная пещера с ледяными клыками. И раньше оттуда издавались очень жуткие и страшные звуки. Так вот, Ник нам рассказывает про эту легенду. Советую ее почитать. Это очень жутко и очень интересно. За счет чего Мика начинает очень сильно радоваться, буквально после вот этого диалога, и умоляет дядю устроить экспедицию в эту ледяную пасть. Я ее буду называть, наверное, именно так. На что не говорить, что надо это все очень сильно обдумать, но, возможно, тут два варианта. Катерина либо та самая ведьма, которой уже очень много-много лет, либо она проклята этой ведьмой, потому что по описанию ее особенности и возможности очень схожи. Либо с проклятием ледяной ведьмы, либо с конкретной силой ледяной ведьмы. Ну, судя по тому, что Катерина до этого нам рассказывала, что она делает все серым, грустным и холодным без своего желания, то бишь не специально. Возможно, она просто проклятая, и темные садники используют ее силу во имя своих злых целей, ну и просто чтобы портить людям жизнь, назовем это так. В общем, нас благодарят за участие, все очень рады, все довольны, за что нам дают шапку-ушанку. Я, кстати, да, я спустя очень много, большое количество попыток, наверное, 7-8, получила за радужное золото свою шапку-ушанку. Так вот, за задание дают практически такую же, только тем не. Посмотрите, какая она красивая. Сейчас поближе сделаю. Эть! В общем, вот такая вот радужная. Очень идеально подойдет под недоуздок, который я пока что не купила. Но, тем не менее, очень классная шапочка. Мне на самом деле нравится стиль данной локации. Ну, а на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нравится ли вам история с Катериной? Хотите ли вы узнать все до конца? А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. И до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!